Российская киберспортивная команда затащила катку в ДОТе на 18 миллионов долларов. Как комиксы помогают бороться с проблемами враждебности и ущемления прав человека в молодежной среде? Это проект, который направлен на профилактику таких негативных явлений в нашей среде, как насилие, ксенофобия, стигматизация. За соблюдением орфографии следит Толстой. В Казанском университете прошел диктант по произведению русского классика. Каждый человек должен понимать, какой у него уровень грамотности. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Полина Якупова. Казанский федеральный университет вошел в топ-5 медиарейтинга вузов России. Рейтинг учитывает медийную активность 219 вузов по трем показателям. Эффективность работы со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. КФУ набрал более 44 пунктов. Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International 2021 по ДОТе 2 и получила 18 миллионов долларов. Подробнее о сенсации в мире киберспорта в нашем следующем сюжете. The International – самый крупный и, главное, первый киберспортивный турнир по дисциплине ДОТа 2. Впервые проведен на Gamescom в 2011 году компанией Valve. В каждом турнире участвуют 16 лучших команд мира, а с 2017 года – 18. Часть команд получают прямые приглашения, прочие же имеют шанс попасть на турнир через региональные квалификации. Разыгрываемая на турнире награда называется «Эгиды чемпионов». Она представляет собой щит, сделанный из бронзы и серебра. В 2020 году турнир был отменен в связи с пандемией, а в 2021 его планировали провести в Стокгольме, Швеции. Позже компания Valve объявила, что The International пройдет в октябре в Бухаресте на национальном стадионе. Призовой фонд соревнований составил рекордные 40 миллионов долларов. Основной площадкой транслирующей турнир стал Твич. Киберспорт, он зародился в интернете, и живет в интернете, и смотрит его в интернете. На самом деле были попытки показывать на федеральном канале, но там другая аудитория, там другой формат. И если мы даже в тот же самый футбол посмотрим, ну сколько он идет? Пару часов. А если мы возьмем киберспортивные соревнования, ну это ближе к трансляциям с Олимпиады. Спириты впервые принимали участие в The International и стали первой российской командой, победившей на турнире. Состав проиграл два первых матча группового этапа и оказался на последнем месте турнирной таблицы. Но затем одержал победу в нескольких играх подряд и вышел в верхнюю сетку плей-офф. Команда увезла с собой более 18 миллионов долларов. Через некоторое время Спириты поучаствовали в поздней катке, вечернем шоу с аналитикой прошедших матчей. Там победители ответили на вопрос, на что они потратят выигрыш. Все, кроме Магомеда Халилова, сообщили о том, что купят жилье. А Илья Милярчук изъявил искреннее желание приобрести домик для своей кошки. Надежда Мещерякова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошли досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки были организованы в Институте физики деревни Универсиады и Студгородке. Всего проголосовало 515 студентов из Узбекистана. В стенах Казанского федерального университета прошел семинар для кураторов академических групп. Мероприятие является частью проекта по профилактике дискриминации и ксенофобии в молодежной среде. Тему продолжит наш корреспондент. Это проект, который направлен на профилактику таких негативных явлений в нашей среде, как насилие, ксенофобия, стигматизация. В связи с последними событиями это очень актуальная проблема. Среди молодежи очень часто встает позиция, что ты не такой, как я, и, собственно, значит, что-то не так с тобой. Мы хотим найти какие-то рабочие способы разговора со студентами об этих вопросах. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодежи как проект-победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. В ходе практикума более 50 кураторов академических групп КФУ прошли специальное обучение по использованию технологии антидискриминационных комиксов для формирования толерантного сознания. Партнером практикума выступил комикс-проект «Респект». Участники познакомятся с методами. Мы за эти 10 лет уже разработали разные подходы. Мы их зафиксировали в рамках двух методических пособий, как можно через комиксы выходить на обсуждение разных социальных, общественных проблем, явлений. До конца декабря 2021 года кураторы на материале комиксов «Стигмы» проведут интерактивные профилактические занятия со студентами. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета выступили на конференции Russian Petroleum Technology. Специалисты поделились накопленным опытом в области разведки и добычи нефти, а также в развитии сопутствующих технологий. Давно ли вы проверяли свою грамотность? В Казанском федеральном университете прошел ежегодный толстовский диктант, который посетило 70 студентов. Подробности в сюжете. В Казанском университете прошел ежегодный диктант владения орфографией и пунктуацией, на котором проверили студенты из разных стран и институтов. Их детство давно закончилось, а вот отрывок из одноименной повести Толстого предстояло написать без ошибок. Устаревшие слова и конструкции 19 века давались непросто. 70 человек в полной тишине пытались не упустить ни единого звука из уст преподавателя. Русский язык это не то, что там выучили в школе, забыли. Мы все говорим на русском языке, язык меняется, нормы какие-то меняются, но нужно всегда быть в курсе всего, быть грамотным. Ведь любая ошибка, мы говорим, это коммуникативная помеха. Если человек сохраняет грамотность и говорит правильно, и пишет правильно, с ним прекрасно, приятно общаться. Каждый человек должен понимать, какой у него уровень грамотности, чтобы в дальнейшем, ну, например, вот лично я хочу в дальнейшем как-то где-то попробовать себя уже на международном уровне. Мероприятие проводится в рамках ежегодного молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка. Также планируются конкурсы чтецов и научно-методических проектов, а регистрация на студенческую олимпиаду продлится до 20 октября. Подробная информация доступна на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Мы напоминаем, что единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19 – это вакцинация. Желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-30-00. За подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Увеличивается со стороны отдельных предприимчивых, в скобках, людей по продаже поддельных сертификатов. В этой части эта проблема есть. Мы уже работаем по этому направлению последние 4 месяца. Возбуждено 38 уголовных дел на сегодняшний день. Это по городу Казань. Есть такие факты. Набережных, Челнах, Нижнекамск, Зеленодольск и Опастово. В Институте международных отношений прошла лекция, посвященная дипломатическим отношениям между Россией и Турцией. Подробнее об этой теме узнаете в следующем сюжете. 18 октября в здании Института международных отношений прошла лекция российского тюрколога, политолога, специалиста по международным и межнациональным отношениям, доктора политических наук Владимира Аваткова. Тема была посвящена внешнеполитическому курсу Турции и интересам России. Начать нужно с того, что Турецкая республика сегодня совершенно иная, чем она была 10, 20, 30, тем более 50 лет назад. И дело не только в временном контексте. Лекция началась с небольшого экскурса тюркской истории. Присутствующим студентам были доходчиво освещены все тонкости и противоречивости внешней политики Турции. На лекции также было затронуто множество тем, в том числе и на какой стадии сейчас находятся российско-турецкие экономические и дипломатические отношения. Российско-турецкие и дипломатические отношения находятся на очень высокой стадии. Мы создаем большое количество совместных проектов. Это атомная станция АКУЮ, это турецкий поток, это масса других проектов. При этом это совершенно не означает, что мы лишены проблем. Проблемы в отношениях между всеми государствами бывают. Это абсолютно нормально. У нас существуют спорные вопросы по целому ряду проблем в системе международных отношений. Но, как неоднократно подчеркивало наше высшее руководство, Турция прекрасна тем, что мы можем находить общий язык, даже если это очень сложно. Напомним, что данная лекция состоялась в рамках Международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Организатором Контурова очередной раз является Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Полина Якупова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова